Я признаюсь, так давно я не встречался перед столь ответственной аудиторией любознательных глаз молодых людей, жаждущих познать историю, чтобы ей гордиться и быть вровень с ней. Потеряв дар речи, мне пришел на ум фильм, всем нам известный. Весна на Заречной улице, когда Николай Рыбников в роли героя приходит в класс, а учительница, останавливая его в проеме двери, говорит Савченко, ну почему же вы пришли, вы же больной? А он говорит, Татьяна Ивановна, вы что, не видите? Я каждый день прихожу сюда, чтобы видеть вас. Какое счастье быть сегодня в знаменательный день выводов советских войск из Афганистана, в блокадные дни, которые не прекращаются квартально годами, они живут в сердцах патриотов. А мне посчастливилось сибиряку иметь прописку в городе Героя Ленинграды. И когда в музее я признался о том, что сибиряк, сразу же меня окружили четыре человека, и Георгий Мешников, и Александр Васильевич, и так далее. Потому что мой отец в сибирских полках, прорывая блокаду Ленинграда в 42-м году по чудово, погиб. Какие это были люди сибиряки, защищая наш прекрасный город Герой Ленинграда. Я прослышал, что на таких мероприятиях внучки, блокадницы будут вручать удостоверение. Самое ценное для нас, ребята, это память. Как Роберт Рождественский нас призывал. Через года, через века, люди, помните. И уж те, кто никогда не придет, помните. Как болеют ветераны, когда слышат, что мы утрачиваем какие-то позиции патриотизма, что мы идем не по той улице, где мы видим трупы, голодных блокадников, но люди, которых Гитлер обрек не оружием, а голодом заварить, стояли 900 суток. Это подвиг. Так вот, наша задача это помнить. Это нести через поколения. И сегодня я хочу совет ветеранов города Санкт-Петербурга, объединяя в своих рядах почти 600 тысяч патриотов, сегодня делегировал сюда, к нам в зал, свой боевой патриотический авангард. Ребята, находите возможность встретиться с каждым из присутствующих здесь. Вашими соседями, бабушками, дедушками, своими наслужащими, которые действительно для Ленинграда сделали многое. Я присутствую впервые, но настолько был поглощен патриотизмом, посещая ваш музей. Ребята, насколько вам оставлено богатейшее наследие творцов во всех сферах и науки, и производства, и техники, как нуждаются в вашем уме навыков творчестве Министерства обороны Российской Федерации. Вам действительно посчастливилось учиться наш мех лучше всех. Это не случайно. Но, Георгий Иванович, я сегодня заметил в музее то, что тронуло меня и ветеранам. До декабря 1992 года ваш военмех был Ленинградский университет. Сейчас он балтийский. Ветеранов ранит каждое желание переименовать гордыню. Город Сталинград, Волгоград. Город Ленинград, Санкт-Петербург. Это ранит ветеранов. Я это говорю в сегодняшний праздничный день. Прошу извинения. Не омрачаю праздник нашего сознания. Ветераны живут под лозунгом. Делаем все, чтобы не стирали память наших врагов России. Давид Фельдман по этому поводу говорил, какая страна теряет сама себя и суверенитет. Не та, у которой много врагов. А та, которую некому защищать. А защита это вы, ребята, молодежь. Ветераны на вас надеются, верят. Учитесь. Физически крепните. Приобретайте специальность, в которой нуждается не только наш город. Город-герой Ленинград, но и вся матушка Россия. В добрый путь, ребята! С праздником! АПЛОДИСМЕНТЫ Продолжение следует...